Это кадры задержания первого вице-мэра Сочи. От камеры оперативников он прячет лицо под красной бейсболкой. По версии следствия, чиновник согласовывал документы на строительство жилого комплекса, зная, что застройщик работает с нарушениями и объект фактически является самостроем. В рабочем кабинете и доме замглавы Сочи провели обыск. По предварительным данным, он нанес ущерб дольщикам в размере 400 миллионов рублей. В отношении вице-мэра Сочи возбудили уголовное дело. По статье «Превышение должностных полномочий». Такое же обвинение выдвигают и главному архитектору Краснодара. По данным Следственного комитета, Игорь Мазурок тоже причастен к незаконной выдаче разрешений на строительство, но уже в Кубанской столице. Оба чиновника сейчас находятся под стражей, что примечательно. И Мугдин Чермит, и Игорь Мазурок не один год заведовали именно строительной политикой кубанских городов. Стоит отметить, что именно Краснодар и Сочи сегодня в лидерах по количеству самостроев. Именно в этих городах в свое время появились целые улицы и даже микрорайоны с незаконными постройками. Способствовали этому некоторые лазейки в законодательстве, которые изначально были призваны облегчить процедуру оформления частной застройки. В 2004 году с выходом новой редакции городкодекса законодатель исключил для получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома наличие самого проекта этого дома. Достаточно и в настоящее время схемы участка, на которой показано это строение, указана этажность и сколько от границ земельного участка в метрах будет расположено это строение. Самого проекта нет. Строительного надзора за такими объектами нет. Строительный надзор осуществляется только за объектами, которые проходили экспертизу. Переломный момент наступил в 2015-м. Тогда силы краевой власти были направлены на сдерживание бездумной застройки кубанских городов. И уже сегодня, по сути, приходится решать застарелые накопившиеся проблемы. Дома были не просто возведены на участках по ДЖС. Строили их с нарушениями противопожарных требований. Это многоэтажка на улице Прокофьева в краевой столице. Февраль прошлого года. Или вот всего несколько недель назад. Жилой дом в Сочи. Во всех случаях деревянные мансарды вспыхивали словно спичка. Более того, горящим многоквартирникам пожарные машины просто не могли подъехать. Поблизости не было гидрантов. Список проблем дополнили отсутствие детских садов, школ, поликлиник, дорог и даже коммуникаций. Исправлять такое наследство сложно. Но именно на это настроены краевые и городские власти. То, что на сегодняшний день уже эксплуатируется, можно так говорить. Если мы говорим о объектах незаконного строительства, вернее, те объекты, которые введены уже в гражданский оборот, это наши микрорайоны, в том числе и музыкальные микрорайоны. Мы продолжаем работу по улучшению качества жизни там населения. В любом случае дома заселены, в любом случае там граждане проживают. Не решено очень много вопросов, связанных с инженерной инфраструктурой, ливневый именно коллектор, который необходимо делать. Мы продолжаем поиск финансирования денежных средств для того, чтобы решить эту проблему. Чтобы предотвратить похожую ситуацию, требования к застройщикам в регионе было решено ужесточить. Совсем недавно в краевой закон предложили внести поправки. После их принятия долгострои и самовольно возведенные здания смогут быстрее признавать проблемными. Этим законом и требования к застройщикам ужесточаются, определяются меры компенсации тем инвесторам, которые заходят на сегодняшний день и, ну скажем так, разгребают за этими нерадивыми проблемы вместе с нами. И этот закон позволит в рамках правового поля такие мероприятия осуществлять. Проблемы незаконного строительства на повестке в краевой администрации, как говорится, постоянно на слуху. Встречи с дольщиками, краевые совбезы и планерки, где эти вопросы выносятся основными. От глав городов и районов Вениамин Кондратьев требует занять жесткую позицию в отношении самостроев. Здесь не может быть никаких компромиссов. Речь идет о судьбах людей. И ведь буквально на прошлой неделе губернатор заявил, в борьбе за права жителей края неприкасаемых не будет. Я первую ответственность возлагаю на власть, на те, которые должны обеспечить, в том числе, комфортное проживание людей. В нормальных домах, которые построены в соответствии с законом, они в самостроях, которые сегодня на самом деле. Они и уродуют и муниципальное образование, а не дай бог, могут еще и изуродовать жизнь и судьбу людей. Здесь конкретные, виновные в каждой ситуации. И которые допустили именно подобные ситуации. Еще раз подчеркиваю. Вот морочить голову и мне, и людям, жителям не стоит больше. Подтверждением стали громкие задержания чиновников. Многие эксперты не исключают дальнейших арестов. А значит, можно сделать вывод, что борьба с незаконным строительством на Кубани вышла на новый уровень. Мария Крошная, Алина Сорокина и Юрий Клощинов. Кубань, 24, Краснодар.